здравствуйте дорогие друзья сегодня я в гостях у студии агулов центра поскольку я врач работающий в этом могу в центре зовут меня смирнов кстати анатольевич то ничего удивительного что веду свои вещания на этом канале и сегодня разговор у нас будет про гомеопатию про ту самую гомеопатию которые недавно наши академики в очередной раз признали лженаукой по большому счету академики признают гомеопатию лженаукой примерно каждые 10 лет потом в силу склероза академики сами понимаете люди пожилые забывают об этом и снова признают и так уже продолжается последние лет 200 собственно говоря с момента появления гомеопатии на нашей планете гомеопатия это медицинская школа сравнительно новая потому что ну 200 лет это но для развития медицины не о чем скажем китайская медицина имеет пятитысячелетнюю по крайней мере из тех источников которые нам известны историю трагдаты по индийской медицине нас считывают там две две с половиной тысячи лет опять-таки работы нашей современной европейской медицины такие на тех на которых базируется современная научная медицина это начиналось еще там 300 400 лет назад со времен голена так вот гомеопатия это одна из четырех существующих научных медицинских школ нашей планеты чтобы там не говорили наши академики гомеопатия это научная медицина в мире существует четыре научной школы что я подразумеваю под названием научная школа медицины это медицина имеющая свою теорию до имеющую свою практическую базу причем отработанную поколениями врачей имеющую свою форма копию так называемую материю медику и свои учебные заведения свои медицинские школы и в мире существует только четыре таких научных медицинских школ повторяю старейшие это китайская и но ответишься от нее тибетская бурятская монгольская медицины это индийская юрведа это наша современная европейская так называемая научная медицина или доказательная медицина как любят называть ее наши коллеги из официальных кругов и гомеопатия все они имеют свою теорию свою доказательную базу свою медицинскую школу свою материю медику фармакопию по большому счету я считаю что те преследования явные не явные которым подвергают гомеопатов врачи официальной школы они идут гомеопатию нашу на пользу почему потому что в результате этих преследований постоянных ограничений из гомеопатии уходят скажем так не имеющего искреннего интереса потому что ну понятно что любой человек да вот писать молодой человек который идет учиться в любой профессии не важно что это врач сантехник до электрик программист экономист чё хочет молодой человек выучиться поскорее поскорее начать зарабатывать ну а если это молодой человек он еще и не очень умный он хочет ничего не делать зарабатывать побольше да вот но так или иначе никто ждать и учиться годами а тем более десятилетиями не хочет ваш деньги то нужно сейчас они когда-нибудь потом в старости так вот проблема гомеопатии в том чтобы хорошего гомеопата лечить учить долго да то есть как ни странно результаты может получить с гомеопатией даже дилетант даже домохозяйка да вот быстрые результаты эффективные получить там допустим быстро снять температуру убрать боль но чтобы глубоко разобраться в теме нужно не годы нужно десятилетия хороший гомеопат это 20 30 40 лет практики то есть практически вот я меня познакомилась гомеопатии моя преподавательница по анатомии в 2 меда около 30 лет назад надежда венимина слободенюк если она мне сейчас слышит мои поклоны вот тогда одна из лучших гомеопатов советского союза она контрабандной нам студентам так потихоньку подсовывала книжечки и тогда я заинтересовался темы и вот сейчас почти спустя почти 30 лет я чего-то только начинаю понимать я еще в общем-то в самом начале хороший гомеопат это бабушка-дедушка гомеопат это фанатик говорил мой друг ягодец плюс материя медика с книжкой вот тогда будут результаты но повторяю быстрые и эффективные результаты такие маленькие чудеса в домашнем хозяйстве может добиться даже домохозяйка вот такой вот как же кажущийся парадокс сейчас постараюсь объяснить почему этот парадокс не парадокс почему это естественно во-первых маленький экскурс в историю сама суть гомеопатии у которой есть опять-таки это уникальная с этой точки зрения наука отец-основатель самуил ганиман в очень простом постулате абсолютно ненаучном постулате что болезни есть искаженное движение жизненной силы да так называемая теория витализма которая была отвергнута материалистической наукой еще в 19 веке то есть когда нас обвиняют что мы не научные мы не материалисты это правда гомеопатия она не материалистично она мистично насквозь но она работает и когда мне говорят что это все самовнушение могу сказать что люди которые не занимались никогда внушением а я занимался лечебным гипнозом и знаю его рамки где работает где не работает это хорошая вещь до эффект плацебо сильный эффект не надо его забывать но все на него не спишешь потом маленькая деталь официальная медицина у нас гомеопатию не любят и старается выжить из практики но вот ветеринаров так не прессуют и могу вам сказать что в москве больше половины ветеринарных врачей гомеопатию используют назначают котам собачкам хомякам вот поддается код самовнушению сволочь такая тем самым издевается над всей мировой наукой срабатывает у него если плацебо ну сами понимаете ветеринар сейчас платные да не будет человек назначать препарат который не работает это ему экономически не выгодно зачем ему это дело так вот ветеринарии гомеопатии используются и самовнушение там работает вот если мне сможет какой-то мой оппонент объяснить как самовнушение работает на кота и я ему в ножке поклонюсь но вернемся к самоилу ганиман и так самоилу ганиман постановил что болезнь есть искаженная защитная реакция организма также как температура когда у нас идет острая инфекция температура есть защитная реакция организма то есть это тот очистительный пожар который должен сжечь мусор должен выжечь вирусы да как современный вирус атипичной пневмонии должен очистить организм от мусора но не спалить при этом хозяина да то есть мы должны не сбивать температуру а лечить причину болезни температуру допустимо сбивать когда она представляет опасности первую очередь мы должны бороться с интоксикацией и могу сказать что вот сейчас идет вторая волна атипичной пневмонии которая буквально захлестывает по крайней мере в москве нас я езжу в метро я слышу вот этот характерный кашель лающий да я вижу это бледно-землистые лица у меня пишут мои пациенты я с марта месяца с ними работаю я наблюдаю как вот мне писала как сколько писала народу из россии за рубежа в марте-апреле потом летом был спад сейчас опять каждый день пошли то есть волна будет и все кто не переболел переболеют так вот элементарные гомеопатические препаратики плюс препараты химические которые можно купить в аптеке плюс травки позволяют эту волну провести мягко и незаметно позволяют переболеть атипичной пневмонии практически без симптомов дальше качнусь конкретных рецептур не поленитесь запишите мои пациенты уже много раз благодарили меня но опять таки это касается ранних стадий то есть когда у нас уже пошла репликация вируса когда он накопился в крови когда развелась тяжелая реакция и падает уровень сатурации да то есть насыщение крови кислородом ниже 92 а тем более ниже 90 тут уже не до самолечения надо ехать в больницу потому что пациенту нужен кислород и иногда искусственная вентиляция легких то есть то что я буду говорить это для профилактики чтобы не заразиться и у меня была масса случаев когда один человек в семье заболевал другие начинали принимать препараты профилактики переносили без симптомной с минимальной симптоматикой или чтобы переболеть легко чем раньше начинаем лучше до клинических манифестации болезни тем проще проходит и так самоил ганиман постановил первая болезнь это искаженная реакция естественной жизненной силы организма китайцы это называют первородной ци в индийской медицине присутствует термин кундалини нашей европейской медициной аналог вел доктор фройд и его ученик карл густавович юнг назвал это либидо да у нас понимают это как сексуальная сила на самом деле это вот некая жизненная энергия которая может проявляться по-разному то есть как воля к жизни как физическая активность как влечение противоположного полу как творческая активность как научная деятельность то мы можем это либидо проявлять на разных уровнях и часто заметьте что талантливые врачи художники поэты ученые да они весьма активные в личной жизни да у них много разнообразных романов детей то есть вот такие люди они буквально брызжут энергии вот то что мы подразумеваем поджизненной силы да то что то что дает нам волю жить творить радоваться жизни оставлять после себя что-то в этом мире так вот чем сильнее у этого человека у человека конкретного либидо тем сильнее клинические проявления его болезни тем выше температура тем тяжелее переносят современную вот эту пандемию атипичной пневмонии да и мы видим что как раз люди умирают сильные люди да вследствие так называемого цитокинового шторма вследствие активации собственной иммунной системы которая начинает атаковать легкие поэтому задача любого врача и гомеопата и китайского врача который направляет это течение жизненной силы силы иглоукалыванием прогреванием определенных точек препаратами до вернуть течение жизненной силы в естественное русло так чтобы человек переболел с минимальными последствиями для себя а лучше вообще не замечаю этого болезни и гомеопатия в этом плане прекрасно работает то есть она не убивает бактерию как андибиотик или вирус как противовирусный препарат она создает такие условия что это бактерии вирусы в организме не имеют возможности проявиться а каким способом способом использования малых регулирующих доз препаратов то есть гомеопатия подобное лечим подобное как гомеопатия возвращает течение жизненной силы свое естественное русло или как говорят индусы движение эманации кундалинии по задне-срединному каналу по сушумне а в нашей европейской медицине что такое это сушумно представьте себе позвоночник да позвоночный столб внутри него проходит спинной мост толщиной где-то с палец а внутри него тончайший размером с миллиметр канализ централис где циркулирует лимфа он идет примерно от поясничной области до третьего желудочка 4 третьего желудочка головной мозги вот спинномозговая жидкость там курсирует так вот по периферии вот этого канализ централис находится так называемая радикулярная формация которая отвечает за активацию всех остального спинного мозга нашего древнейшего мозга рептилии и давным давно еще 70-х годах на индийских йогах которые практиковали подъем кундалини нейрофизиологи отметили что да идет последовательная активация этой ретикулярной формации начиная от поясничной области кончая области ствола мозга да то есть вот эти феномены психофизические которые описывают китайские врачи которые описывают индусские йоги да они давным давно описаны нейрофизиологами просто естественно все это вот описали и задвинули но это все есть это работает также и гомеопатические препараты работают на тонком регуляционном уровне открытие вот этих принципов регуляции и главное есть главная заслуга самуила ганимана отца гомеопатии как открыл очень просто в медицине всегда присутствует некий препарат который вот делает погоду да вот в двадцатом веке это было открытие пенициллина флемингом еще как бы вот когда препарат из плесени казалось бы из вот какой-то мерзейшей субстанции оказал фантастическое действие причем не только на пневмонии и прочее а тогда от пневмонии до 50 процентов смертность доходила до открытия антибиотиков сифилис гонококкова инфекция все это очень хорошо поддавалась раневые инфекции пенициллином до того как бактерии выработали к нему резистентность устойчивость ту же самую роль во времена ганимана сыграл открытие хинина дело в том что малярия да это была страшная болезнь которая не щадила никого то есть малярийный комар кусал всех и нищего и короля во дворце лечили малярию как тяжелыми токсиченскими препаратами мощейковым ртутью кровопусканием пиявками я сам очень люблю пиявки активных использую но надо понимать что пиявки они хорошо к месту и ко времени обстоятельства чека малярийный приступ температура выше 40 ему ставят пиявки ему становится легче на какое-то время два ты раза поставят а потом он помирает очень легко и просто и врач говорит ну да мы старались лечили да вот он помер легко естественно когда привезли хинную корку из америки и выделили оттуда хинин врачи были поражены они впервые получили способ лечить до этого неизлечимого заболевания это вот как сейчас изобрели лекарства от спида допустим или от рака вы представляете какой эффект это произвело бы на общество и также как с антибиотиками с хинином начали лечить все от насморка до рака причем ломовыми дозами то есть такими глубоко токсичными ганиман как врач того времени он тоже использовал хинин но его не устраивало как раз токсичный эффект хинина на своих пациентов и он решил испытать токсичный эффект хинина на себе чтобы понять как что чувствует пациент и какие дозы надо назначать и вел дневник наблюдений и вот уже на второй неделе когда он в приступах бреда когда отек значит когда уже вот но было ему плохо уже серьезно дрожащей рукой выводил очередную запись до него дошла простая мысль что симптомы отравления хинином которые он сейчас испытывает они те же самые симптомы которые испытывает больной малярии и он понял что хинин вызывая болезнь подобную малярии он как бы вытесняет саму малярию то есть он направляет жизненную силу по новому течению он лишает болезнь подпитки и изначально ганеман лечил отнюдь не микродозами сейчас гомеопатов ругают за то что мы лечим микродозами которых даже нету да вы лечим пустышкой плацебо но первые гомеопаты первые там 20 лет своей практике ганеман лечил как раз токсичными дозами дозами хинина полыни мышьяка ртути ганеману принадлежит кстати говоря открытие препарата ртути mercurius salubilis ганемана которым весь мир включая я лопатов ненавидевших его лютой ненавистью лечили тот же сифилис до открытия пенициллина то есть больше ста лет этот препарат был номер один в практике врачей всех всего мира и эффективность этого препарата эффективная доза оценивалась как раз по токсическим проявлением то считалось если у пациента начинают шататься зубы и кровоточить доза десна тогда доза достаточно так вот первые годы практики ганеман лечил токсичными дозами только потом начал разводить уменьшать дозу отмечая что у людей разная чувствительность и сейчас гомеопаты дошли до того что дает доза настолько разведенные что у них нет никакой ни одной молекулы действующего вещества эти дозы работа как эти дозы работают я не знаю я скажу вам честно мои коллеги врачи гомеопаты пытаются как это объяснить научной точки зрения привлекая клеточную память торсионные поля чё только не выдумывают не надо себя обманывать господа гомеопатия не научно и мы не понимаем как она работает но она работает вот я не понимаю допустим как работает электричество до из курса физик я знаю что какие-то электроны бегут по проводам но вот поговоришь с физиком и тебе скажешь и никаких электронов по проводам то не бегает но мы пользуемся электрическими приборами с компьютерами с телефонами со смартфонами абсолютно не понимая как они работают с гомеопатией то же самое она работает повторяюсь работает на младенцев на хомяков до башних животных гомеопатам несмотря на то что их регулярно наши коллеги социальной практики обвиняют шаралтанске прессуют поток народа не оскудевает жизненная сила существует да мы не можем ее отследить физическими приборами мы можем отследить такое и проявление как вот нейрофизиологи допустим отслеживали активацию ретикулярной формации у индусов практикующих подъем кундалини но эти проявления есть их можно использовать для лечения пациента пример опять-таки из практики вот сходили вы на работу в поезде на кашлял вас на вас несознательный товарищ до которого не упекли на карантин приходите домой у вас температура 39 тела ломит скорее всего вас подействует гомеопатический препарат аконит аконит страшный яд борец в гомеопатическом разведении прекрасное противовоспалительное средство я гомеопат не классический сейчас на меня вот думаю будут ругаться и а лопаты коллеги и коллеги гомеопаты потому что я использую все я использую достижение современной медицины я не чураюсь химиопрепаратов если они нужны фитотерапии но я использую то что может помочь людям вот тот рецепт который давно обещал вам рецепт профилактики эпидемии отработанный на нескольких десятках пациентов моих на многих семьях рецепт доказанный когда в семье заболевал человек и у него был получен положительный тест на атипичную пневмонию члены семьи те которые прибывают с ним на карантине эти две недели отсидели принимая препараты либо не заболевают либо болеют в облегченной форме легче легкого rz и так рецепт профилактики обыкновенной аптеке берем химический препарат головит есть более продвинутый аналог темирит но он дороже его сложнее достать головит проще если у нас тяжелый случай если уже человек с поражением легких больше двадцати пяти процентов а тем более находится в реанимации да лучше конечно инъекционная форма томирида но для профилактики в легких случаях головит пойдет его проще достать он в 10 раз дешевле дозировка две таблетки по 25 миллиграммов утром и вечером под язык рассосать это можно купить в обыкновенной аптеке в гомеопатической аптеке еще раз говорю лучше до того как вы заболели или при первых признаках болезни четыре раза в день по 6 горошин каждого препарата аконит в разведении c латинская как русская буква с до 6 бриония c6 и белодонна c6 по 6 горошин каждого препарата детям до 12 по 3 младенцем по одной аконит c6 бриония c6 белодонна c6 4 раза в день перед сном фосфор c6 также по 6 взрослым по 3 детям до 12 по 1 горошине младенцем гомеопатия принимается отдельно от еды питья чистки зубов фитотерапии химии отступя хотя бы получаса головит из химических препаратиков аконит белодонна бриония фосфор из гомеопатических если пошла клиника уже лающий кашель отсутствие обоняния добавляем грудной сбор в любое но желательно чтобы присутствовала солодка шалфей смягчающая трава гомеопатии добавляем препарат и пика ку она в разведении c12 по 3 горошины 4 раза в день сухой лающий кашель если у нас добавился если на разрешение заболевания пошла потливость мерзлявость пациента колотит и он обильно потеет и это может свидетельствовать о присоединении бактериальной флоры к вирусной пневмонии добавляем препарат гепарсульфур c6 и опять-таки 4 раза в день его используем в этом случае неплохо сделать анализ крови да посмотрите если у нас нейтрофилия высокая соя если на компьютерной томографии у вас не просто матовые стекла вам скажет рентгенолог что признаки бактериальной пневмонии можно использовать антибиотики и нужно использовать антибиотики да простят меня классические гомеопаты и натуропаты для которых артибиотики некошерные считаю что нужно использовать все что может помочь пациенту но использовать антибиотики на раннем этапе как у нас сейчас назначают доктора тот же самый азитромицин всем подряд что мы делаем мы вышибаем нормальную микрофлору Мы вырабатываем антибиотику устойчивую, эту самую флору собственную, и когда пациент попадает тяжелой в больницу, у него простые антибиотики же не работают. Не надо. Не надо использовать противоспидные препараты типа калетры. Не работает пока. Гидроксихлорин не работает при атипичной пневмонии, и сам товарищ Трамп, который его рекламировал, сейчас лечится другими препаратами. Те назначения, которые сейчас делают у нас коллеги с официальной медицины, делают зачастую лишь бы что-то назначить. Парцетамол, если гомеопатия не сбрасывает температуру, а, как правило, комбинация головит-гомеопатия быстро сбрасывает тяжелую температуру. Но можно использовать... Нурофен не надо. Нурофен чреват. Вот, скажем, те простые средства, которые каждый человек, любая домохозяйка, не разбирающаяся в медицине, может использовать для профилактики в современной ситуации. В гомеопатии есть масса других рецептов. Ну, к примеру, препарат Арника. Арника Монтана, или по-английски fall down, травопадение. Препарат, который используется для предотвращения кровотечения вследствие травм, ушибов. Сотрясение мозга. Младенец, дитё, бегало, упало, там, с лестницы, залезло куда-то, головой ударилось, бровь рассекло, кровище хлыщет. Если ребёнок сразу заорал, ничего страшного. Почему? Потому что не было потери сознания. Хирург наложит пару швов на эту бровь, всё будет хорошо. А вот если дитё ударилось, замолчало, а потом через какое-то время захныкало, вот тут надо бить тревогу. Потому что была потеря сознания, было сотрясение мозга. А значит, может быть, в мозгу лопнул маленький сосудик, и у ребёнка нарастает кровоскровие влияние, которое может сдавить мозг и его убить. Что нужно сделать? Отвезти в травмпух, что сделали снимок, посмотрели, нет ли там этого кровоизлияния, да, и травматолог посмотрел, нет ли специфических симптомов, свидетельствующих от черепной мозговой травмы. И сразу дать гомеопатический препарат Арника Монтана в разведении С200. Перед операцией, после операции очень любят акушерогинекологи. Их тоже ругают за это, но они активно используют в акушерстве. Каждый второй акушерогинеколог сейчас гомеопатию использует. Тяжелейшая ситуация, часто сейчас встречающаяся, ребёнок повернулся попой к миру, не хочет отделяться от матери. Так называемое ягодичное предлежание. Ну, фактически, это 99% кесарева. Ну, не любят акушера разрешать в этом ягодичном предлежании. Неудобно это, это чревато. Гипоксиями долго, сложно. Откесарить проще. Кесарева оставляет свои следы, это сейчас знают. Ребёнок, кесарёнок, он невротик по жизни. Даете препарат Пульсатила С200, 4 приёма, по 2 горошины в течение одного дня. Ребёнок переворачивается и начинаются роды. Поэтому давать это надо не на 7 месяце и не на 8, а там, ну вот, непосредственно там 39 неделя, то, что называется. В гомеопате есть много простых, эффективных, действенных рецептов. Но, повторяюсь, работает по-настоящему глубоко и лечить состарелые хронические болезни может только врач, имеющий долгую собственную практику. Быстро этому не научишься. Поэтому гомеопатов мало. Так было, есть и будет. И поэтому гомеопаты всегда будут жить, несмотря на все их преследования со стороны официальных коллег. В той же Англии, где очень жёсткие законы против гомеопатии, да, допустим, врач, который желает практиковать гомеопатию, он должен вообще сдать медицинский диплом. Существует королевский медицинский госпиталь, где обслуживается всё королевское семейство. В том же Советском Союзе, где гомеопатия, исповедующую ненаучную, в Сталинском Советском Союзе, отметьте, да, где за нематериалистические взгляды можно было поймать конкретный срок. Существовали открыто в Москве гомеопатические аптеки и открыто практиковали гомеопаты. Почему? Потому что наши начальники, как и начальники всего мира, у гомеопатов лечатся. Гомеопатия – это для умных, думающих людей. Гомеопатия – это не религия. Она совместима с другими методами лечения. Она не противостоит ни официальной медицине, ни здоровому смыслу. Гомеопатия – это способ для врача усовершенствовать свои знания, способ расширить своё мировоззрение и помочь пациенту в таких случаях, когда другие методики не работают. Вот что я хотел сказать на прощание тем коллегам, которые, возможно, будут меня смотреть и ругаться в мой адрес за мою ненаучную речь. Будьте счастливы, здоровы и разумны. До встречи, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!